Некто Лавис опубликовала замечательную заметку Курт Веннер, знаменитый американский художник, интерпретирующий классицизм эпохи Возрождения в совершенно новом ключе. В отличие от других современных художников, Веннер слил воедино изобразительные наследия прошлого с творческой фантазией и новаторством 21 века. Но сам по себе классицизм, конечно, в искусстве ужасен. Эпоха Возрождения сомнительна. И так я и написал свое СССР. Само Возрождение сомнительно, как художественное явление. Усилий, что приложил Курт Веннер, его еще ниже опустили. Вообще, что такое эпоха и ее гении? Само Возрождение сомнительно, как художественное явление. А этот Курт Веннер его слегка осовременил. Всякими пожлостями, вроде бы смазливыми, гламурными сценками и так далее. Осовременил и еще больше испошлил. Да и любая эпоха сомнительная. И не вызывает сомнений только гений, которые работали в свое время. Гений свидетельствует против своего времени. Он сияет подобно горным вершинам в лучах солнца, в тремя как низины покрыты глубокой углой Шиллер. Действительно, где преуспевающий профессура времен Ван Гога, когда они процветали и раскупались буржуа, и которые исчезли со сцены истории искусства? А голодный и нищий, непризнанный Ван Гог вместе с грубкой отверженных художников остался недостижимой вершиной. Возьмем для простоты литературу Возрождения. Что пишет от ней Википедия? В литературе Возрождения наиболее полно выразились гуманистические идеалы эпохи, прославнение гармонической, свободной, творческой, всесторонне развитой личности, любовные сонеты Франческо Петрарки, открыли глубину внутреннего мира человека, богатство и эмоциональные жизни, расцвет лирики Петрарки, новеллы Джованни Боккачча, политические трактаты Никола Макеавелли, поэмы Людовика Ариста, Тарквата Тасса, выданы ли ее в число классических тридуздренегреческой и веренеримской литератур для других стран. Литература Возрождения опиралась на две традиции – народную поэзию и книжную античную литературу. Поэтому часто рациональное начало сочеталось в ней с поэтической фантастикой, а комические жанры получили большую популярность. Это проявилось в наиболее значительных литературных памятниках эпохи Ди Камерон Боккача, Дон Кихоте Сервантеса, Гарганчоа и Пантагурель Рабле, а самым известным драматургом в то время стали Шекспир и Лапеда Вега. То есть, ведь несколько имен, по сути. Петрарко – лирика, Боккачо – эротические анекдотические литературы, Ариста – не знаю, не читал, Тарквата Тасса – тоже не знаю, не читал, Сервантес – ну, величайший образ Дон Кихота, Рабле – не смог читать, скучное пиршество, Наверное, плохой перевод или вообще немой жанр. Шекспир – ну, гениальные сонеты и пьесы, Лапеда Вега – не читал. Восемь имен, а ведь писалась тьма литературы. Но из них бы я отбросил Боккачо и Рабле, Как низкий жанр. Ну, что такое Боккачо? Про Рабле не буду говорить, Так как не смог читать и не могу судить строго, Могу только предполагать, Что пошлости и только. Но Боккачо – это эротика, И скопящий гнусных скабрезностей Написано весело и просто, что привлекает. Но это что-то мимоходное, Это так далеко, совсем не то, Про что Пушкин говорил, И долго буду тем любезен я народу, Что чувство доброе, Вялия пробуждал. Ну, и остается шесть имен От Великой Эпохи До рождения.